Добрый вечер, в эфире «Вести» Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Не нарушая традиции, сегодня глава республики вручил ключи от новых школьных автобусов, отделам образования, городов и районов Крачево-Черкесии. В рамках акции «Мы вместе» пациенты и медработники ковид-госпиталей республики получили новогодние подарки в виде яблок, мандаринов и бананов. 30 лет МЧС России в честь юбилея и профессионального праздника отличившиеся спасатели получили ведомственные и правительственные награды. Полицейский Дед Мороз поздравил многодетные семьи Карачаевского района. Еще десятью абсолютно новыми автобусами сегодня пополнился школьный автопарк республики. Выделение региону специализированного автотранспорта стало возможным благодаря федеральной государственной программе, инициированной партией «Единая Россия». Ахмат Халкечев подробнее. Социально значимая программа, предложенная крупнейшей политической партией страны, была поддержана президентом и федеральным правительством. Ключи от новеньких школьных автобусов руководителям администрации муниципальных районов и городов республики вручил лично глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов. Хочу в первую очередь вас поблагодарить за вашу работу, глав городов, районов, педагогов, директоров школ, всех, кто сегодня трудится, и пожелать вам, вашим родным, крепкого здоровья, счастья и благополучия. С наступающим Новым годом! Уже стало хорошей традицией обновлять школьный автотранспорт перед новогодними праздниками. Это не первое поступление ярко-желтых школьных карет в нашу республику. Ведь программа реализуется уже шесть лет. За последние шесть лет наша республика получила 142 школьных автобусов. Сегодня поступило в республику 10 школьных автобусов. Все муниципальные образования эти школьные автобусы поступят. Более 5000 детей ежедневно эти школьные автобусы перевозят наших детей. По 300 маршрутам, 2300 маршрутов ежедневно осуществляют эти автобусы. Большинство школ новых транспорт получают взамен старого, срок эксплуатации которого истекает в следующем году. А вот для школы села Спарты Адыгахабльского района специализированный автотранспорт стал поистине долгожданным новогодним подарком. Своего школьного автобуса у общеобразовательного учреждения не было никогда. Для нас это не только приятный момент, а еще и забота и благополучие наших детей, их здоровье. Имея такое транспортное средство, мы сможем сделать учебно-воспитательный процесс более разнообразным и увлекательным. Также для нас решается очень важный вопрос. Мы будем самостоятельно подвозить учащихся начальных классов в близлежащую школу аула Апсуа для организации питания. Новые автобусы оснащены по последнему слову техники, системами пассивной и активной безопасности. Это навигационный комплекс на базе ГЛОНАС, тахографы, автоматические системы торможения и оповещения, ограничитель скорости движения до 60 км в час. Также специальные устройства препятствуют движению при открытых дверях и все позадочные места оборудованы пятиточечными ремнями безопасности. Ахмад Халхичев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 14 948 человек. Из них 13 302 выздоровели, 921 госпитализированы. Сегодня в преддверии Нового года волонтерский центр «Единая Россия» совместно с региональным штабом мы вместе передали пациентам и медикам всех ковид-госпиталей республики 1100 килограммов яблок, мандаринов и бананов. Также добровольцы привезли медикам более 20 коробок новогодних игрушек и открыток. Их подготовили и адресовали жители республики в рамках акции «Поддержи медицинских работников и пациентов». Представители регионального отделения «Единой России» подчеркнули, что оказание помощи и поддержки в этот нелегкий период является одним из важных направлений партии. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимает участие в этих акциях. Все, кто не забыл, что несмотря на все, что сейчас происходит в нашей стране, да и во всем мире, никто не забыл, что сейчас Новый год. Поэтому мы хотим поблагодарить всех за то, что они поддерживают нас, поддерживают пациентов, поддерживают всех людей, кому это сейчас необходимо. В период пандемии помощь медработникам и жителям нашей республики – это одно из основных направлений работы регионального отделения партии «Единая Россия» и волонтерского центра «Единая Россия». И сегодня в преддверии новогодних праздников мы решили поддержать медиков и пациентов, которые вынуждены проводить новогодние праздники в больничных стенах. И мы привезли им фрукты. Это мандарины, яблоки, бананы. Фрукты будут разведены во все семь госпиталей, которые находятся в регионе. В Управлении МЧС России по Крачево-Черкесии прошло торжественное совещание, посвященное Дню Спасателя и 30-летию МЧС России. Всех собравшихся с профессиональным праздником поздравил начальник чрезвычайного ведомства республики Александр Голоколенко. Своё выступление он начал со слов благодарности личному составу за службу. Он пояснил, что за прошедшие годы сотрудники ведомства на высоком профессиональном уровне провели тысячи спасательных операций, в ходе которых спасли сотни тысяч человеческих жизней как в России, так и далеко за её пределами в рамках гуманитарных миссий. Особые слова поздравления и благодарности в этот день были адресованы ветеранам службы, которые отдали работе долгие годы и сейчас передают традиции своей благородной профессии и опыт молодым сотрудникам. В праздничный день памятными нарученными часами символика МЧС России наградили ветеранов службы. Также руководителям подразделений Главного управления МЧС ручили документы и ключи на самую современную пожарно-спасательную технику. Медалью МЧС России за спасение погибающих на водах был награжден житель Карачаево-Черкесии Аслан Килба, который спас тонущего человека на водоеме парка культуры и отдыха Зелёный остров. На торжественном мероприятии наиболее отличившимся сотрудникам подразделений Александр Галакаленко вручил памятные нагрудные знаки, медали, благодарственные письма и кубки. Также в этот день были присвоены очередные звания. Карачаевский театр имени Шахарби Алиева завершил свой гастрольный тур. В рамках подготовки и проведения столетия образования Карачаево-Черкесской республики артисты посетили республики Дагестан и Кабардино-Балкария. В Махачкале на сцене Кумыкского музыкального театра имени Салаватова они представили публике музыкальную комедию «Директор Бани-2», а также спектакль «Сказку медвежонок» Беляла Апаева. А в Нальчике представили свои постановки зрителям Балкарского театра имени Кулиева. По итогам гастролей артистам коллектива были вручены грамоты Министерства культуры, большой вклад в театральное искусство и развитие межнациональных культурных связей между Кавказскими республиками. Радует то, что мы уже с 2015 года постоянно ездим на гастроли в Кумыкский театр, обмены гастролей делаем. И вот там нас обрадовали, в конце спектакля они вышли и нам подарили почетный грамот, благодарность от Министерства по национальной политике и по вопросам религии. Министр сам выходил, значит, мы там получили 6 грамот, 4 артиста, и персонально для коллектива театра, и Кумынский театр тоже от себя коллектива театра сделал грамоту. А потом в Нальчике нас тоже самое обрадовали, значит, 2 грамоты Министерства культуры Кабардино-Балканской республики и 2 грамоты муниципального городского образования города Нальчика. Все прекрасно, так что мы с 10 грамотами приехали. Он волшебник, он исполняет все желания и приходит в преддверии самого любимого праздника Нового года. Полицейский Дед Мороз и Снегурочка порадовали сладкими подарками мальчишек и девчонок из многодетных семей, проживающих в Карачаевске и Карачаевском районе. В преддверии Нового 2021 года сказочный волшебник посетил 21 семью. Радость ребятишек разделила и наша съемочная группа. К всероссийской акции присоединилась и наш корреспондент Александр Коваленко. Новый год – волшебный праздник, и подарок должен получить каждый ребенок. Сменив привычную полицейскую форму на костюм Деда Мороза, сотрудники ПДН, ГИБДД, Общественного совета при МВД Межмуниципального отдела МВД России Карачаевский спешат в гости к мальчишкам и девчонкам и первый населенный пункт – Марай-Агы. Маленькая, стеснительная и едва разговорчивая, но скрыть эмоции от доброго волшебника не удалось. Искренне, с полным доверием к Деду Морозу, Тамила представила своих братьев. В семье Чагиловых воспитываются пятеро детей, и каждый подготовил для дедушки сюрприз. Тамила рассказала стихотворение, которое выучила с мамой, а Мурат пустился в пляс с помощницей Деда Мороза. Пожелав ребятишкам слушаться родителей и хорошо учиться, Дед Мороз пообещал в следующем году заглянуть к ребятам снова. Я желаю, чтобы хорошо вы учились. Я к вам на следующий год тоже приду. Чтобы с желания загадали подъемочку, написали Дедушке Морозу письмо. Договорились? Спасибо большое, Дед Мороз, за такой подарок. Ждут новогоднего чуда и дети в семье Мукаевых из поселка Орджоникидзевский. С мамой и бабушкой мальчики готовились к празднику. Мечта Мухаммада сбылась. Пират, волнуясь, но с удовольствием рассказывает Деду Морозу стихотворение и получает сладкий подарок. Здравствуй, Дедушка Мороз. Ты, наверное, замерз. Дед гулял по городу, одного озера в городу. Носку один на батарею, я счастье тебе согрею. Ну а любопытный король Ильяс еще очень мал и застенчив. Только, держа за руку маму, принимает подарок от доброго волшебника. Ну а как же Новый год без веселого хоровода и песен про зиму? В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Ну теперь фотография с Дедушкой Морозом на память и дальше в путь. Ведь Деда Мороза ждут еще много детей. Заждалась его и Нарима Пазова из поселка Малокурганный. К встрече с волшебным героем она готовилась и волновалась так же, как к выступлению перед широкой аудиторией. Это было неожиданно, но я волновалась очень. Но все равно вышло все хорошо. Я очень рада, что нормально выступила. Я загадывала то, чтобы все было хорошо, чтобы никто не волновался, чтобы все были здоровые, счастливые. У вас талантливая внучка, да? Это племянница. Талантливая племянница у вас. Тебе тоже всего хорошего, чтобы добилась всего самых лучших успехов. Визит Деда Мороза вызвал восторг у всех ребят. Родители поблагодарили сотрудников полиции, которые создали для детей настоящий праздник в рамках ежегодной всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Александр Коваленко, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевский район. У каждого жителя и гостя Карачаева-Черкесии есть шанс встретить Дедушку Мороза на улице и получить подарок от него. Республиканский центр народной культуры совместно с Министерством культуры проводит акцию «Новый год для каждого». В ярко украшенном автобусе и с цветом музыкой в салоне ездит самый настоящий Дед Мороз в красном кафтане и с пышной белой бородой. На своем автотранспорте он проезжает по центральным улицам Черкесской, поздравляет жителей с наступающим Новым годом. Ребята наперебой читают стихи, поют песенки про новогоднюю елку и получают сладкие подарки. А проезжающим мимо автомобилистам Дедушка Мороз машет рукой, поднимает настроение. Акция продлится до Нового года и в рождественские праздники. Это все в Весе прямо сейчас. Смотрите продолжение сериала «Тайны следствия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова